В этой теме пугают даже просто сухие статистические данные, а отдельные факты порой просто не укладываются в голове нормального человека. И если кому-то кажется, что беда наркомании давно и навсегда миновала кумертау, это мнение ошибочно. Есть и наркозависимые, и те, кто распространяет дурман. А где-то рядом с этими правонарушениями находятся и иные преступления. Профилактикой этой беды и борьбы с ней занимаются не только полицейские. Отношение к этому имеет целый ряд учреждений. Их руководители накануне в местной мэрии подводили итоги работы антинаркотической комиссии за год. В работе заседания приняли участие члены комиссии, представители образовательных учреждений, управление ФСКН, представители здравоохранения. Материал Хайгуль Мухамедшиной. Открывая работу антинаркотической комиссии, заместитель главы администрации Наталья Лапшина поблагодарила всех за активную работу. Затем ознакомила присутствующих с изменениями в составе комиссии. Согласно повестке дня были рассмотрены вопросы по наркоситуации в городском округе. Об оперативной обстановке и результатах работы, проводимой отделом внутренних дел, доложил заместитель начальника отдела МВД России по городу Кумертал Максим Шпильков. В сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ запланирован ряд мероприятий по пресечению данного вида преступлений и правонарушений. По состоянию на 17 декабря сотрудниками отдела выявлено 136 преступлений по линии незаконного оборота наркотиков, что на 54 факта больше по сравнению с 2014 годом. В текущем году раскрыто 50 наркопреступлений, по которым уголовные дела расследованы и с обвинительным заключением направлены в городской суд. Общая раскрываемость за 11 месяцев 2015 года составила 42,7 процента. Из числа выявленных наркопреступлений 99 фактов связано со сбытом наркотических средств. Это на 62 факта больше, чем в 2014 году. Всего к уголовной ответственности привлечено 31 лицо. Из них в возрасте от 16 до 18 лет один человек, от 19 до 25 лет 4 человека, возраст 26-30 лет 10 и старше 30-16 человек. Изъято в результате проведенных профилактических и иных мероприятий 74 грамма наркотических средств. На особым контроле находятся лица, освободившиеся с мест лишения свободы, отбывавшие наказание по линии незаконного оборота наркотиков. Все вышеупомянутые лица проходят дактилоскопию и ставятся на учет автоматизированную систему Папилон, а также на учет автоматизированную информационно-повисковую систему. На сегодняшний день отделом поставлено на учет 462 лица, в отношении которых ранее поступали сведения об их причастности к незаконным операциям с наркотиками, либо они задерживались правоохранительными органами за совершение преступлений и правонарушений в сфере норм. Организуется работа по предупреждению совершения ими повторных преступлений. В ходе заседания участники говорили о проведенных акциях, рейдах, встречах с учащимися и их родителями. Целью таких мероприятий является профилактика незаконного оборота наркотиков, формирование в обществе негативного отношения к употреблению психотропных средств. В профилактических целях в школах созданы наркопосты. Об их работе говорил в своем отчетном докладе директор управления образования Марина Дерягина. Наркопосты имеют свою нормативно-правовую базу, контроль которой осуществляется ежегодно работниками комиссии по делам несовершеннолетних, управлением образования, по итогам которого проводится анализ работы в данном направлении, даются рекомендации, проводятся консультации по возникающим вопросам и затруднениям. На следующий год, в 2016 году, такая проверка запланирована на февраль месяц. Работа наркопоста ведется по намеченному плану в следующих направлениях. Первая – это профилактическая работа с учащимися, вторая – учебная работа с учащимися, третья – тематическая работа с классными руководителями, четвертая – санитарно-просветительская работа с родителями, пятая – диагностическая работа. Заседание было заключительным в этом году, поэтому члены комиссии обсудили комплексный план работы на 2016 год. Это мероприятие по предупреждению распространения наркомании и пропаганды здорового образа жизни. Очень сложно себе представить, как это – прожить 50 лет вместе. Полвека делить печали и радости, преодолевать трудности, радоваться победам и продолжать любить. Чтобы понять и почувствовать это, нужно просто прожить 50 лет в браке. Дистанция очень серьезная, и преодолеть ее получается лишь у избранных. И, безусловно, такие семейные подвиги не должны пройти незамеченными. Так считают в городском отделе ЗАГСа, где накануне состоялось чествование юбиляров супружеской жизни. Семейные пары кружились в вальсе, принимали подарки, а окружающим при всем при этом почему-то было горько. Золотая свадьба нескольких семейных пар попала в объектив нашей видеокамеры. Наряду с регистрацией молодоженов, чествование юбиляров супружеской жизни в отделе ЗАГС становится действительно большим и радостным событием. Виновники этого торжества – супруги, которые отмечают золотые свадьбы. Юбиляры рассказали историю своей любви и поделились секретом счастья. В жизни, говорят они, бывает всякое. Нужно лишь любить, понимать и уважать друг друга. Мы на заводе работали учениками. Он подходил к моему станку. И вот подойдет, говорит, ты меня любишь? Прям вот так. Ты меня любишь? Стесняюсь. Молодая. Мне 18 еще не было. Говорю, люблю сама, отворачиваюсь. Ну вот так вот. И год мы дружили. А потом поженились. Прожили нормально, наверное, как и все. Вырастили двоих детей. Внуки уже взрослые. А так, ну, по-моему, секрета нет никакого. Надо просто жить и уважать друг друга. Слава Богу, мы с одной деревни поженились. Вот. Вырастили двоих детей. Пятерых внучек. Внучат. Правнучек уже есть. Вот. Живем, слава Богу. Уважение друг к другу. Согласие, понимание. Вот. Самое главное. Вот так. Золотые свадьбы на этот раз отмечают семьи Перепелицы, Хамитовых, Сайфуддиновых, Казадаевых, Тилищевых, Парамоновых. Акты записи и регистрации этих пар сохранились в Кумертавском отделе ЗАГС. На торжественном мероприятии они поставили свои подписи уже в книге записей для почетных юбиляров. И таким образом еще раз подтвердили свое желание быть мужем и женой. По традиции, виновники торжества зажгли огонь, являющийся символом семейного очага. Затем семейные пары исполнили танец своей юности. Возможно, тогда и не было такой пышной свадьбы со всеми красивыми традициями. Но пройдя испытания временем, они празднуют семейный праздник под громкой и веселой Горько. Горько! 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 Опорой и гордостью юбиляров являются дети и внуки. На церемонии они в качестве почетных гостей. И сегодня они от чистого сердца благодарили родителей, бабушек и дедушек за крепкую семью, которая является примером и для них. Я сегодня пришел поздравить свою бабушку с дедушкой, Карим Садреевич, Рашидар Мазанов, Хамитовы. 50 лет уже прожили вместе. Это большой срок. Для нынешнего поколения это большой пример. Желаю им долгой счастливой жизни еще дольше. Ну и чтобы они никогда не ругались, чтобы жили долго и счастливо. Я пришла поздравить своих родителей с Ифудзинова Наиса Садреевича и с Ифудзинова Марьям Даяновну. Хочу им пожелать еще на долгие-долгие годы здоровья, оптимизма, жизненной энергии. Они у меня замечательные. Заведующий отделом ЗАГС города Кумертау Айгулий Дрисова обратилась к юбилярам с пожеланиями крепкого здоровья, взаимопонимания и доброго отношения друг к другу. Такие крепкие семьи действительно являются примером для молодых, отметила она. Для отдела ЗАГС весь год хороший, конечно. Юбиляров мы очень любим. Мы с удовольствием приглашаем. В этом году мы чествовали 37 золотых и 4 бриллиантовых юбиляров. И мы их очень-очень любим, всегда с восхищением смотрим на них. Прожили они вместе столько, 50-60 лет в основном у нас в городе. Пока 70-75 не было еще ни одной пары. С восхищением смотрим, любим, уважаем и гордимся ими. Что касается молодых, за этот год зарегистрировано 512 актовых записей о заключении брака. Но до конца года время еще есть. А значит, эта цифра еще увеличится. По сравнению с прошлым годом, к сожалению, у нас браков в этом году чуть-чуть меньше. Пар на 20-25 пока. Но еще до конца года у нас есть время. Можете догоним. Но хочу сказать, расторжение растет очень много. Вот молодежь, смотря на юбиляров, может быть, они возьмут пример с них. Все юбиляры получили памятные подарки и поздравления главы региона. Вот на такой красивой и волнительной ноте состоялся семейный праздник. А счастливая жизнь супругов продолжается. И через 10 лет они придут уже на бриллиантовую свадьбу. Но об этом торжестве им будет напоминать общее фото, сделанное в заключении праздника. Айгуль Мухамедшина, Денис Тихонов, Новости. Оскар – это кинопремия. Церемония ее вручения проводится ежегодно и транслируется в десятках стран в прямом эфире. Награждают ей за достижения в области кинематографа. А как известно, любой фильм начинается с написания и прочтения сценария. Получается, что в основе чтения и писательское искусство. Возможно, именно по этой причине Центральная Кумерталовская библиотека поощряет своих лучших читателей премией Библио Оскара. Именно таким образом там закрыли год литературы. Почти все, как на известнейшей пафосной кинопремии, которая традиционно вручается в Лос-Анджелесе. И красная ковровая дорожка, и набор статуэток, и известные личности, которые вручают награду. Принципиальное отличие состоит в том, что в Кумерталу Оскара давали читателям. Накануне в Центральной городской библиотеке состоялось торжественное закрытие года литературы церемония вручения Библио Оскара 2015. Состоится церемония награждения самых лучших читателей. Централизованная библиотечная система, которая, естественно, посвящена году литературы. Так скажем, это год закрытия литературы в городе Кумерталу. Библиотеки города в течение года проводили различные мероприятия, направленные на решение задач по возрождению читательского интереса к книге, раскрывающей многообразие литературного мира, культурного наследия. По итогам года были отобраны 15 самых активных читателей библиотечной системы, которым и вручили статуэтки Библио Оскара в разных номинациях. Скорее всего, наверное, мы основывались на том, что наши самые лучшие читатели – это любители книги, любители литературы, любители слова. И те, кто остается, наверное, до сих пор верим слову этому и литературе. Вручали статуэтки почетные гости – городские писатели и поэты, редакторы городских газет, заведующие библиотек. Непосредственно церемонию награждения разбавили концертные номера городских творческих коллективов и отдельных исполнителей. Закрывали год литературы не только в Центральной библиотеке, но и на городском уровне. В рамках большого концерта пели и плясали, а также разыгрывали театральные сценки по произведениям классиков. Подробнее расскажет Айгуль Мухамедшина. Уходящий год представил всем замечательную возможность обратить внимание на литературу, вспомнить любимых писателей и поэтов. У мастеров пера появились новые произведения. Обо всем этом говорилось на церемонии закрытия года литературы. Своими новинками поэты и писатели знакомили, участвуя в проекте «Открытый микрофон». Он был организован в фойе Центра творчества «Дуслы». В числе участников как известные в нашем городе и республике литераторы, так и начинающие. Все они отмечают, что год для них был особенным. Выпустили наши члены писательской организации 8 книг, а 9-й справочник Кумертауской писательской организации. Это так называемые литературные имена города Кумертау и Кургазинского района. Туда вошли около 70 авторов, члены нашей писательской организации. Здесь все данные есть о них, о их творчествах. Мне кажется, для интересующих читателей это будет очень хорошая книга. В начале года еще объявили лауреата в журнале «Тулпар» прошлого года. В этом году уже объявили. Я стал лауреатом года этого журнала за 2014 год. Но я еще раз повторяю, об этом узнал в начале этого года. В этом году на свет вышла моя книга. Книга сатири-юмора, около 30 рассказов, 2 повести. Эхамат Утрав. Потешный остров. Этому я тоже был очень рад. И на днях меня пригласили в Уфу. Там подвели итоги литературного конкурса «Балкыш. Сиянье». Это конкурс для татаро-язычных писателей. А у нас их сотни в республике. И мой рассказ про участника Великой Отечественной войны, про тяжелую судьбу участника Великой Отечественной войны, называется «Окна». Удостоен был диплома второй степени. Я этому тоже очень обрадовался. Так что жизнь продолжается. Литература пишется. Год литературы стал для меня судьбоносным, читает молодой поэт Роман Бекулов. В этом году он стал руководителем литературного клуба. Литературный клуб был основан чуть меньше года назад в Центральной библиотеке. И там мы собираемся два раза в неделю. У нас есть много ребят, которые пишут стихи. Они хотят их читать. Они хотят учиться чему-то новому. И поэтому объединяются для того, чтобы найти единомышленников, найти вдохновение для творчества. И, естественно, найти публику для своих произведений. Год литературы был наполнен замечательными событиями и проектами, в которых приняло участие большое число жителей города. И самыми активными участниками стали учащиеся образовательных учреждений. Лучшие номера со школьных и городских мероприятий стали частью торжественного мероприятия. В программе театрализованной постановки, посвященной тысячелетию представления князя Владимира, а также по произведениям Гоголя, Чехова и других авторов. Литературно-музыкальный вечер «Летопись времен», посвященный закрытию года литературы, украсили выступления творческих коллективов и солистов города. Народный ансамбль танца «Контраст», ансамбль танца «Юность», хор русской песни «Уральские зори», вокальный студий «Биз», народного башкирского фольклорного коллектива имени Кензия Расланова и многие другие. В далеком 1991 году Рамиль Бадамшин поступил в детскую музыкальную школу по классу аккордеона. Это, пожалуй, стало одним из первых его шагов на ниве исполнительского искусства. За эти годы нынешний автор-исполнитель прошел серьезный творческий путь, стал обладателем ряда наград и выработал свой неповторимый стиль. За его кумертауским концертом наблюдала Олеся Пылева. Кумертау уже не в первый раз встречает такого замечательного артиста, как Рамиль Бадамшин. Билеты куплены, толпа поклонников ожиданий, а мы за кулисами провожаем артиста на сцену. Долгожданный концерт очень. Волнительно, честно. Но вообще состояние такое вот в предвкушении счастья. Предвкушение чего-то волшебного, потому что, когда идешь на сцену, это действительно предвкушение живого общения с самыми нужными людьми для артиста, со зрителями. Ну и есть что сказать, есть чем поделиться. Рамиль Бадамшин – постоянный гость лидерских смен, где отдыхают наши дети. Там у ребят, его поклонников, есть возможность пообщаться с артистом не просто на концерте, а еще на вечере, где изредка звучит гитара и больше звучат его рассуждения. Я шла и знала, что так будет, во-первых, хочу сказать, потому что это, наверное, пятый, шестой, седьмой концерт, на который я иду, вот Рамиля Бадамшина. Но сегодня я вот для себя, с начала концерта, такую фразу уловила, что нужно противостоять вот этим ударам судьбы, палками бед и дубинами забот. Надо давать себе такие минуты, когда мы можем все собраться, вот просто действительно отдохнуть, подумать о жизни. Здесь не просто было ведь веселье, были веселые моменты, были моменты, когда мы все поплакали и задумались над жизнью. Но самое главное, что мы все уходим все равно с верой, надеждой и любовью. Море положительных эмоций, хорошее настроение и теплоту души Рамиль посылал в зрительный зал через свои песни. Публика с восхищением слушала его, многие даже стали танцевать. Мы в том числе счастливы, что у них есть такой друг, который всегда их помнит и соглашается на все предложения приехать, поддержать трудную минуту и подарить свою энергетику, свое творчество. Заместитель главы администрации по социальной политике Наталья Лапшина от лица всех жителей города поблагодарила гостя за визит. Верные поклонники творчества Бадамшина надеются, что он не раз еще посетит наш город. Мне очень понравился этот концерт, я присутствую на нем уже второй раз. До этого мне посчастливилось побывать на его живом выступлении на фестивале «Белая река». Он приезжал как специальный гость. Репертуар песен очень сильно изменился, были новые песни, которые тронули душу. Очень прекрасный певец, с радостью бы послушал его еще. После длительного концерта Рамиль поделился с нами своими впечатлениями. С одной стороны состояние такое блаженное и счастье, но с другой стороны такая тоска, что все закончилось. Всегда тоскливо от того, что приходится расставаться. Но я же оптимист, и любое расставание – это предвестник новой встречи. Поэтому я искренне надеюсь, что в Кумиртау приеду, дай бог, скоро. Олеся Пылева, Владимир Кузьмин, Новости. В эти выходные окрестности городского стадиона огласятся ревом моторов и криками болельщиков. Кумиртау примет полуфинальные заезды чемпионата России по спидвею. Поддержать мотогонщиков и насладиться незабываемым зрелищем желающих приглашают организаторы мероприятия. Накануне в городской мэрии прошло также организационное совещание по проведению мотогонок. На грядущих выходных Кумиртау примет полуфинал личного чемпионата России по мотогонкам на льду. Лучшие мотогонщики в очередной раз испытают на прочность лед стадиона «Шахтер», а заодно выяснят, кто из них лучший. Таких полуфинальных заездов состоится три, причем они одновременно будут проводиться в городе Шадринске, в городе Уфа и в городе Кумиртау. К нам приезжает 16 мотогонщиков, которые будут участвовать в полуфинальных заездах. И по итогам вот этих полуфинальных заездов определенное количество мотогонщиков будут попадать в финал. Накануне в городской мэрии состоялось заседание организационного комитета по проведению соревнований. Его провели заместители главы администрации при участии ряда ответственных лиц. У нас неплохо было организовано. Нас, конечно, подливали ножку погоды, но все-таки мы провели на должном уровне соревнований вопросов. В том году больших не возникало. Нужно и в этом году также провести. Напомним, в начале декабря в Кумиртау уже прошли учебно-тренировочные заезды. Все 16 спортсменов опробовали лед этого года. Тогда какое-то время стояла плюсовая температура. Гонщикам пришлось на несколько дней исключить заезды и поработать над физической формой. Тем не менее, им удалось дождаться нужных погодных условий и на практике проверить возможности железных коней, а также отработать технику. Насколько продуктивно им это удалось, мотогонщики продемонстрируют на стадионе «Шахтер» 19 и 20 декабря. Хочется пригласить наших горожан, наших болельщиков. Призываем прийти наших горожан, поболеть, поддержать мотогонщиков. Будет очень интересно. Каждый заезд будет очень захватывающий. И эти соревнования состоятся у нас 19 и 20 декабря, начало в 14.00 на стадионе «Шахтер». На этом у меня все. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok